Приветствую коллеги, с вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы разберем детально доллар. Также мы определим точки ввода в рынок и найдем условия как на этом заработать. Данный обзор был подготовлен 23 июня на моем YouTube канале и мы с моими подписчиками определили точки ввода в рынок не только по доллару, но мы также определили условия для торговли по золоту, тонкоину, биткоину, евро-доллару, NASDAQ. Если вы хотите получить больше точек ввода в рынок на предстоящую торговую неделю, то вы можете перейти по ссылке в описании на мой YouTube канал, на канале перейдите в трансляции и посмотрите последний наш эфир. Ну что же, перед началом обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Амаркет. Скажу один пример, который пока у меня сынуля болел, я мало выходил на связь, я все равно предоставляю информацию в своем телеграм-канале. Как вы помните, по доллару я предоставил информацию 14 июня. Я предусматривал то, что у нас, когда цена пробила у нас линию поддержки сопротивления красного, вышла из нисходящего тренда, я учитывал то, что у нас цена дойдет до синего линии сопротивления, там после пробоя у нас уровня, который мы учитывали 105.70, цена у нас дойдет до синенького сопротивления и пойдет вниз. То есть мы, как видим, цена у нас после этого так и сделала. Вот, и, оп, сейчас не видно график, вот так вот. Вот, и соответственно мы видим, что цена у нас, когда отскочила, у нас цена уже движется вверх, то есть после данных условий. Что мы можем сделать здесь выводом? Перейдя уже обратно на график, то мы видим то, что у нас цена, по сути, находится теперь в синем восходящем тренде. Красный нам теперь уже не нужен. Все, я сейчас убираю его. Так, падение вот это я оставлю. То есть вот это условие, которое мы рассматривали ранее, если у нас пробьется 104.72, если не ошибаюсь, мы об этом говорили, да, мы это говорили вроде тоже на 2 июня и предусматривали вот это движение. Что если у нас он прорвется, то есть вот у нас здесь, вот видите, рынок повторял вот эту ситуацию. Я учитываю то, что рынок у нас это и продолжит сейчас свое движение до цели 105.69 на ближайшее время, вижу укрепление доллара. Но, а даже не на ближайшее время, а ну такой долгосрочный перспектив, может до конца недели плюс там вторая неделя. Но есть один нюанс. Я предупредил в пятницу на закрытие сессии то, что у нас вот есть вот такой оранжевая у нас поддержка коррекции. Вот, точнее вот у нас импульс от этого. И в случае, если мы увидим его пробой, то это будет сигнал то, что рынок у нас будет готов уже начать коррекцию падать. Плюс учитывали пробой уровня вот этого максимума. 105.503 вроде бы мы ставили. То есть это у нас вот мы учитываем, если рынок его прорвет, то вот в этом случае продолжение роста у нас будет так же. Вот, пока мы в пятницу у нас там была борьба, рынок не смог все-таки закрепиться выше. И видно то, что небольшая там началась коррекция. В принципе, что я думаю? После такого роста, я думаю, логически будет фиксация прибыли. Чисто логически, технически. Сейчас мы разберем подтверждение этому. Вот, я бы сейчас немножко подкорректировал. Сейчас уже вот такой момент угол наклона. Это уже такой на более долгосрочный вариант. Так, раз у нас импульс. И вот у нас здесь, я думаю, видно, да, вот как он по нему двигался. Далее, и тот, который еще у нас есть на данном моменте. Вот такой вот. Что это у нас происходит именно в плане технической картины? Мы видим то, что у нас здесь в этой ситуации рынок строит фигурку восходящий клин. Что это за фигурка восходящий клин? Смотрите, давайте с вами покажу один пример, чтобы было четко и понятно всем, как нам будем работать. Когда мы видим то, что у нас есть восходящий клин, это фигурка, треугольничек, который смотрит вверх. И если прорывается поддержка, это такой сигнал для игроков, что рынок готов у нас скорректироваться в этой ситуации. Вот, и мы готовы здесь уже принимать решение, что рынок будет падать и, естественно, на этом зарабатывать. Далее. И сейчас вот у нас как раз, вы видите, она красиво сформирована, но дополнительно я бы дождался бы прорыва. Уровня как минимум 105-400. Ну, логический аргумент, что он когда-то был максимум, да, который рынок у нас отскочил. Хороший пример. Но здесь еще, видно, рынок у нас немножко потоптался. То есть, возьмем у нас вот здесь уровень такой, тук-тук бился, да, у нас здесь. Я немножко бы его бы прошел бы и где-то вот уровень рассматривал бы 105-37. Но нужно, чтобы был пробой зелененькой линии поддержки. Тогда с большей, в принципе, вероятностью рынок у нас уже готов будет падать. То есть, 105-37 – это первое условие. Если у нас рынок прорывается, ждем падения до линии поддержки. То есть, рынок у нас тут будет больше, у нас такое вот именно как коррекционное движение будет находиться, будет падать. Вот, движение, в принципе, такое прям большого не жду. Это вот как раз в рамках этого оранжевого восходящего тренда. В случае, если рынок у нас отскочит от него, то предусматриваем у нас дальнейший рост. Чтобы нам предположить здесь какой-то хороший ценовой уровень, не просто как бы ждать не только линии поддержки, она будет в перспективе у нас самая важная, то, соответствующе, здесь мы возьмем сетку Fibonacci. Теперь давайте смотреть. От самого минимума до самого максимума строим. Вот, что мы видим, то что у нас стоит предусматривать коррекцию на уровне 23.6. Вот там подсказка появилась хорошая, причем ценовая, тоже с ним рынок хорошо работал. Первый вариант, откуда рынок будет отскакивать. И, в принципе, если прям падение хорошее будет, то там 23.6 стоит посмотреть. То есть, это пока в рамках мы разбираем именно оранжевого. То есть, это если у нас рынок, знаете, резко так захочет пойти. Вот, если более плавно, то вот этот уровень 23.6 у нас будет считаться уже после прорыва поддержки данного от оранжевой. И там уже рынку будет поинтереснее уже здесь двигаться к уровню 38.2. Давайте вот так вот просмотрим. Прогнозик-то давайте оставлю, пускай он пока будет. Далее. Следующий вот у нас, я бы еще смотрел бы на уровень 50, потому что и технически с ним хорошо, интересно рынок работал, использовал как поддержку, как сопротивление. Вполне весомый уровень, так что я бы его тоже бы учитывал бы. В случае, если у нас рынок там дальше будет двигаться вниз, то его тестирование будет высокой вероятностью. К этому моменту, смотрите, если у нас рынок уже будет готов вот так вот ослабевать, вот это, кстати, пунктирный я беру, потому что он раньше нам нужен был как для укрепления. Сейчас, то есть, он нам нужен уже для понижения, потому что трасс у нас для роста был предназначен. Вот, и здесь предусмотрим то, что рынок у нас дальше будет готов двигаться вниз к линии поддержки, вот этой синенькой. Рынок у нас ее хорошо протестировал, с ней он хорошо проработал, вот у нас он раз-два касания сверху есть. Единственное, что у нас вот он не смог вот тут для нее до нее дойти, то что 104.74 у нас рынок не смог пробить, мы его это предвидели в телеграм-канале, то что рынок от него отскочит. То есть, учитывая, если пробьет, то там будем падение 104.500, но рынок не смог это сделать. Но, чтобы мы это не игнорировали, мы берем от самого минимума и вот так вот строим. То есть, у нас, кстати, смотрите, как у нас красиво там ложится вот этот угол наклона. Вы даже знаете, как сейчас сделаем? Вот так вот красивенько. Вот так, вот так, вот такой вот импульс. У нас, смотрите, откуда у нас начинается? От самого минимума, вот так вот. И это у нас будет не только вот сейчас импульсный ряд коридор, который мы сейчас вот разобрали. Плюс восходящий клин. Это у нас еще будет как условие, как более мощного восходящего клина. Даже красное так сделаю. Вот, смотрите, это у нас такой более серьезный восходящий клин. То есть, зрительно, я думаю, начинается понятная картина. у нас вот он движение так так вот она логическое подтверждение как он дальше бы двигаться вот так же дальше 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 и будет раприл прорваться то что вот это на будущее конечно но наши интересы там сейчас разберем на счет роста так вот далее 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 хороший коридор хорош как восходящий клин как коридор будет отличный по тренду дальше уровень 61 8 вполне будет реализован вполне случае если дальше нападет еще можно сюда посмотреть дополнительно то что рынок будет у нас падать например закрываем голубеньким 100 105 27 учитываем то что рынок тоже у нас здесь будет двигаться что у нас по сути здесь поддержки таких никаких нету вот и думаю рынку будет как раз интересно а кстати может даже еще отсюда взять когда вы смотрите мы находим какие-то сильные уровни которые даже идут от какого-то сдалека старайтесь как раз их именно конкретно использовать чтобы сдалека был как можно больше пациент подтверждений как можно больше чем больше у вас подтверждение то что рынок отскакивал определенную уровня тем выше вероятность что вы находитесь в правильном направлении так вот у нас так у нас здесь пробоем 4 часа посмотрим как он здесь четыре часа у нас здесь нормально там как расширение можем тела свечи все красиво промоложаться отлично вот у нас вот так вот он будет выглядеть так и учитель он просто дополнительно расширение расширение это когда у нас тени выходят снаружи и мы предусматриваем то что это еще будет выдвигаться рынке то что наша рабочая область еще потом позволяет нам предусматривать этот коридор так что здесь учитываем то что у нас рынок вполне будет тестировать следующего варианты все вот так даже посмотрел бы здесь тоже рынок взаимодействия вот хороший такой вариант далее так учитываем случае если у нас цена например отскочит от линии поддержки это у нас продолжение роста но здесь смотрите надо к этому моменту уже будет найти коррекцию то есть она еще пока не найдена у нас вот она примера в таком варианте да будет если помощника взять это веер фибоначчи сейчас он может нам накинуть пару делюсь это например вот так вот скорее всего они на том уровне живут так вот вот как уровень 75 сейчас как пример посмотрим как у нас завтра рынок с ним поработали если рынок с ним зато работает все отлично нет то удаляем его нам будет не нужен то есть уже рынок по другим типа технической картине будем уже отслеживать его вот пока что вот с ним вот так плюс учитываем то что вот у нас такое взаимодействие будет с рынком в этом маленьком коридорчик теперь если у нас рынок все-таки прорывает 105 500 505 510 этим прорывается то учитывая то что 105 69 у нас будет интерес рынка у нас дойти до него но если нас будут прорваться в красненьком до еще восходящем клинии то учитывая то что цена у нас будет здесь здесь еще немножко двигаться если уже какая цена отсюда вода например там там легче женку двигаться будет давайте на такую эту идею вам оставлю вот здесь ну и для себя конечно же так вот тут таком варианте и потом смотрите мы разбирали как раз это на последнем эфире то что у нас цель дойти до данного уровня сопротивления далее вот если на цена дальше бы двигаться вверх после 105 69 там нужно быть готовиться к уровням 105 98 и касание линии сопротивления и нет это сопротивление у нас она найдена по вееру фибоначчи то есть вот именно вот здесь мы возьмем от самого максимум до самого минимума вот так ведь это на 75 цена по тестирует до него дать и почему-то удален восходящий тренд вот у нас на недельном графике покажу вот сюда вот так 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 ну в принципе вот у нас классные условия найдены больше хороший рост 105 505 будет после пробоя если пробиваем мы все-таки красную поддержку завтра коррекция в рамках исходящего глина пунктирную зеленую прорываем идем дальше вниз там по сетке фибоначчи можно ориентироваться но интересно дойти до линии поддержки синенькой то смотрим как рынок себя поведет случае если рынок у нас прорвет уровень вот здесь сто четыре семьдесят четыре вот у нас он его пытался прорвать можно немножко сделать его но это на 4 санты время даже это четыре часа до обязательно не час слишком маленький бы таймфрейм даже немножко пониже вы поставил бы его вот так вот во первых нам нужно будет прорвать линию сто четыре 70 340 704 и линию поддержку синенькую пунктируем тогда сигнал на падение у нас будет но как и ранее оставляем 104 500 если будет прорыв то ждем падение 103 76 откат на 104 200 вот аргументы когда цена вас прорывало это условия рынок здесь хорошенько с ним взаимодействовал плюс нисходящий синий ой восходящий синький коридор будет прорван и как вариант на смену тренда на нисходящий коллеги спасибо то что досмотрели до конца подписывайтесь на канал о маркет желаю вам успешной торговли здоровья вам вашим близким до встречи пока пока